Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хотелось бы с вами поговорить о таком социальном явлении, как секты. Хотелось бы с вами поговорить вот о чем. Во-первых, давайте подумаем сразу о людях, кто же все-таки попадает в секты, в первую очередь. Во-вторых, я бы потом уже хотел обсудить некий философский контекст сия происходящего. Ну да ладно, начнем. В общем, смотрите, если не, так скажем, заводить разговор в повествование о терминологии, то есть если вам какой-то термин непонятен, поверьте, я говорю только те термины использую, которые уже поднимались на моем канале, и есть такой термин «созависимые» и «социозависимые». О тех и других я уже снимал видео, поэтому если вы не знаете, кто это такие, пожалуйста, переходим по подсказочкам, наверху будут и в конце, я думаю, этого видеоролика будут, поэтому переходим в подсказочках и смотрим. Потому что это два типа личности, так скажем, ну, даже не типа личности, опять же, типа личности, ну, в общем, два состояния близкое к акцентуации и к расстройствам личности, да, ну, чаще уже это расстройство, когда у нас, соответственно, происходит, так скажем, слияние, вот в случае с социозависимыми людьми, слияние с обществом, и вот чаще всего это происходит с сектами, потому что мы же не только молимся Богу в секте, мы олицетворяем себя как единицу, часть какого-то социума. Большинство людей нуждается в том, чтобы олицетворять себя с каким-то социумом. Ну, там, допустим, я качок, я врач, я, не знаю, анимешник, вот этот вот там, как это слово, напомните мне, когда реконструируют аниме. Ну, вот, значит, там, я занимаюсь, слушаю музыку, я рокер какой-то, да, и много людей, особенно обратите внимание, как шизоиды к этому тянутся. Шизоиды изначально, в детстве, каждый, вот, фактически каждый второй, если не каждый первый шизоид, есть ли здесь шизоиды, напишите, было вот это вот, особенно мое поколение, музыкальная история у шизоидов, когда они олицетворяли себя с какими-то музыкальными группами, вот. И то же самое, когда шизоид вырастает, конечно, уже интеллект выше становится, он не может себя олицетворять просто с каким-то певцом и с какими-то там простыми тезисами. На более сложный, так скажем, все равно интеллект нужны более сложные тезисы. Их уже может предложить не музыкальная группа, как правило, а какая-то вера или секта. И таким людям, конечно же, очень бывает сложно не становиться частью какого-то вот такого общества, культа и так далее. Для них очень важно присоединиться к какой-то такой структуре. Поэтому, конечно, ну, на мой взгляд, главное отличие крупных религий от каких-то небольших сект, да, и вообще от сект, это в первую очередь, что они несут такого вреда. Они не забирают квартиры, потому что суть религии, вероисповеданий, она примерно одна. Базис тезиса и даже есть там, если взять секты, да, безумное количество христианских различных сект. И на первый взгляд, если мы посмотрим какую-то историю, предысторию, был Иисус, да, значит, его распяли и дальше, ну, там, может быть, какие-то вариации событий. Ну, суть одна, я имею в виду, история одна, но туда входят разные социальные ячейки, да. Кто-то решил теперь Иисусу поклоняться не просто молиться, танцевать вокруг костра, вместе обнимаясь. Это все способствует, такие техники, они способствуют вообще вхождению в транс. Вспоминаем, если видели где-нибудь вот эти вот, значит, всяких священников, которые как-то себя ведут, которые что-то кричат, которые очень ярко жестикулируют, хватают, значит, своих подопечных за чело, так скажем, что-то и в них кричат, и изгоняют из них бесов и так далее. Все вот эти вещи, соответственно, для нас, они, как бы, с одной стороны, очень желанны, да, для многих из нас, а с другой стороны, они ведут к психологическому разрушению, потому что людей раскачивают им психику, не всегда вот эти вот, так скажем, священники и прочее, они осознанно подходят к вопросу, да, о том, хорошо это или плохо, подобная техника психологического воздействия. Их подопечные, люди, из которых они изгоняют бесов, бэтманов, черепашек, ниндзя, они все страдают, они в это верят, когда очередного такого гуру запирают за его практики, в общем-то, ходят, да, молиться на его фотографию, еще что-то. Мне в жизни попадались такие курьезные случаи. Поэтому, соответственно, дорогие друзья, если вы однажды пострадали от секты, если вы смотрите это видео, вы тоже можете изучать вопрос социозависимости и созависимости, когда я могу не так нуждаться в олицетворении себя с каким-либо социумом, но могу нуждаться в олицетворении себя с каким-либо индивидом и через него прийти в эту секту. Через супругу, супругу, просто друга, в которого я верю, в которого я вкладываю, так скажем, все надежды и мечты, а он ведет меня в эту секту, и я, смотря на него, может быть, даже в чем-то ему подражая, уважая его, тоже начинаю молиться и делать так. Очень часто такое происходит у супругов. Поэтому еще раз повторюсь, что вопрос такого сектанства, он мало озвучен, наверное, в Ютубе и вообще везде, но он стоит остро, многие люди отправляют какие-то странные ритуалы и зачастую рискуют здоровьем. Вот у меня была девушка, она тоже пациенткой моя когда-то давно являлась. Все бы ничего, она даже не была сектанткой, по сути. Она просто верила в отправление каких-то ритуалов на уровне мистицизма. И, ну, в принципе, она шизоидная, конечно, сама по себе, но в целом это не мешало до поры до времени никакой ее жизнедеятельности. То есть человек был относительно здоровым, ну, вел, в принципе, стандартный образ жизни для среднестатистического человека. Ну, у нее были свои, так скажем, увлечения колдунством. Ну, и пускай себе колдует на здоровье, как бы никто не против. Своеобразное творчество. Человек очень красиво рисовал, что-то еще делал. Но, значит, дело в том, что она в какой-то момент начала там погружаться в эти ритуалы. Ритуалы требовали, не знаю, где она эту информацию нашла, я не уточнял. Ритуалы требовали с нее хождение по горам различным, собиранием различных травм, и как следствие травм, и, в общем, что произошло. Дело в том, что она просто, она не падала с гор, ничего такого не происходило. Но девочка была физически не особо тренированная. Она никогда не следила глобально за своим здоровьем. Возможно, сказалось, там, когда я уже отправлял ее на кровь и так далее, там, витамин D3 был в минусе. И самое парадоксальное, что очень редко бывает, то есть, D3, когда у нас в минусе, у нас обычно кальций иммунизированный он высоко, потому что не усваивается. Но здесь, видимо, сказалось ее какое-то вот это вот истощение, что у нее и кальций внизу, и все у нее там вообще показателем внизу. Человек себя очень сильно истощил. И, соответственно, благо мы все это выпрямили, но вот отказаться, естественно, там с группой, с какой-то небольшой людей ходил, и отказаться от этих восхождений в гору, она, соответственно, ну, с очень большого труда ей это стоила. Так что, дорогие друзья, вот как безобидные даже подобные увлечения могут негативно, без подготовки, да, повлиять на человека. Поэтому, соответственно, а, и ходили они, чтобы вы понимали, по 24 часа там. Ну, то есть, даже при туристы, они же делают привалы, отдыхи, а им вот во время этих сборов трав им нельзя было там, в общем, длительное время вообще отдыхать, спать нельзя было в этом смысл. А то вы сейчас подумаете, что это обычный туристический поход какой-то лайтовый, нет. Вот. Поэтому, соответственно, будьте внимательны, друзья, следите за вашим как физическим здоровьем, так и за здоровьем вашей эндокринной системы, ну, вообще за здоровьем всех ваших систем. Если вы хотите узнать о септах больше, если у вас есть вопросы, если вы хотите узнать о том, как, соответственно, люди лечатся после этого, да, как восстановиться после всех этих сектанств, колдунств, пишите мне в комментариях, у меня будет мотивация снять дальнейший выпуск. Подписывайтесь, конечно же, на мой канал. Меня зовут Кравцев Сергей. Я жду вас на своих онлайн-консультациях. И да пребудет с вами здоровье! Субтитры создавал DimaTorzok